В российских городах могут ограничить использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес. С такой инициативы выступил председатель Мосгурдумы Алексей Шапошников. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вся эта техника бесшумная и оттого практически незаметная для пешеходов. Именно поэтому Шапошников призвал не только установить нормы использования такой техники, но и определиться с правилами хранения и перевозки. Электросамокаты и гироскутеры уже давно попали во внимание властей. Ранее с инициативой внести в список транспортных средств бесшумные моноколеса и электрические самокаты выступил депутат от Общероссийского народного фронта Александр Васильев. Парламентарий обратился в госавтоинспекцию с просьбой рассмотреть вопрос об регулировании правового статуса сигвеев, а также определить меры ответственности для их владельцев в случае аварий. Ford Focus ST четвертого поколения анонсировали одновременно как хэтчбек и универсал, но фактически вагон рассекретили с задержкой в пару месяцев. Модель предназначена для европейского рынка, технически ничем не отличается от хэтчбека и будет доступна с бензиновым или дизельным двигателем. Бензиновый турбомотор 2.3 EcoBoost развивает 280 л.с., а 2-литровый турбодизель 190 сил. Оба мотора сочетаются шестиступенчатой механикой, но для бензинового чуть позже будет доступен семиступенчатый автомат. Кроме того, бензиновому Focus по умолчанию положен электронный дифференциал повышенного трения, адаптивные амортизаторы и пакет Performance с трековым режимом работы электроники и лонч-контролем. Бензиновый универсал Focus ST набирает первую сотню за 5,8 секунды, на одну десятую медленнее аналогичного хэтчбека. Дизельный универсал ожидаемо медленнее и тратит 7,7 секунды.